Федор Марченко. Все, что случилось сегодня, о чем возможно, будут говорить завтра, прямо сейчас. Преступление, которое сегодня было раскрыто в Санкт-Петербурге, заставило многих вспомнить классика русской литературы Федора Достоевского. Но реальность, как обычно, оказывается страшнее любого художественного вымысла. Пожилая женщина подозревается в совершении серии убийств, которые она даже описывала в собственном дневнике, причем на трех языках. Даже не верится, что эта женщина может распилить кого-то на части. Однако сыщики уверяют, еще как смогла, и сделала это обычной пилой-ножовкой. Ей же вынимала из тел внутренности, в первую очередь, сердце и легкие. Одно кровавое убийство почти доказано, а еще 10 ждут своего часа. Скажите, один вопрос. Зачем вы все это делали? Зачем убивали? Думаю, пойдемте. Все началось с обезглавленного тела, которое обнаружили в городе на днях. Оперативники быстро вычислили, что 79-летнюю пенсионерку убила ее 67-летняя соседка. Уже с первых минут допроса задержанная поразила всех своим хладнокровием. Отравила потерпевшую, после чего расчленила ее тело, используя нож и пилу. Части тела она выбросила в ближайшем микрорайоне. А дальше, как в хорошем детективе, масштаб повествования существенно расширился. Во время обыска на квартире, где все произошло, выяснилось, что Тамара Самсонова вела дневник, в котором подробно описывала якобы совершенные ей злодеяния. 10 убийств. Как, когда и кого. И уж слишком много сходства в этом повествовании с реальными исчезновениями людей, которые случались на окраине Петербурга в последние годы. Например, история квартиранта, который гостил у Тамары в 2003-м, а потом оказался на улице без рук, ног, головы и внутренностей. Вполне реально. О чем вы сейчас думаете? Ну, я хочу в терме жить. Впрочем, сама хитрая бабуля сейчас все отрицает. Говорит, ее заставили совершать убийство. Та самая соседка, которая отправилась в мир иной. Это она, маньяк. И волосы поливала, и синяки, и порезы, и руки резала, и коленки разбивала. Но следователи и психиатры еще разберутся в этом вопросе. Возможно, говорить так, Самсонова побуждает не столько инстинкт самосохранения, сколько помутнение рассудка. Ведь, по словам соседей, бабушка много лет последовательно сходила с ума. Хотя все ее и считали безобидной чудачкой. Сколько мы здесь живем, 6 лет, я ее видела три раза. Один раз на улице, что она выходила недавно. И два раза то, что она зимой бегала по лестничной площадке. Муж Самсоновой, кстати, пропал без вести в далеком уже 2005 году. Поплакав немного, Тамара пошла в полицию и сама заявила об этом. Мужчину тогда не нашли. Но, может быть, найдут сейчас? Это было не ритуальное убийство. Она может стать мотивом для оправдания своего поведения. Дневники маньяков не редкость криминалистики. Подробные записи и даже киносъемку убийств вел, например, Анатолий Слевко, замучивший до смерти семь мальчиков. Во всех случаях это своеобразная летопись избавления от переживаний. Этот импульс, такой обычный и понятный импульс утраты человеком на собственной значимости, своего потрясенного самолюбия, может из воображения перейти в действие. А внешне все благополучно, все тихо, мирная жизнь классической петербурженки. Таких зовут божьими одуванчиками. Никто не знал до сегодняшнего дня, что этот безобидный цветок может оказаться таким опасным. Леонид Рыжков, Станислав Григорьев, РЕН-ТВ. Скорее всего, бабушке-убийце будет назначена психиатрическая экспертиза. Но вот как показывает судебная практика, далеко не все страшные преступники в итоге признавались невменяемыми или же ранее состояли на психиатрическом учете. Вспомните недавнее громкое дело блогера-ресторатора Кабанова, который убил свою жену, расчленил ее тело, а потом сам же организовал ее поиски. Он был признан вменяемым. Также когда-то были признаны вменяемыми и маньяк Чикатило, на счету которого десятки жертв. Его последователь Пичушкин, заслуживший прозвище, бицепский маньяк. Вычислить вероятного преступника, который начнет расправляться с людьми, увы, при нынешнем состоянии психиатрии не только в нашей стране, но и в другом мире, почти невозможно. Это, конечно, не так просто выявить этого человека, но профилактическая работа, она должна была быть. В любом случае, наверняка соседи по лестящей площадке, по подъезду, обращали внимание на неадекватность поведения этой бабушки. Ну, наверняка. Наверняка жаловались участковому полномоченному. А тот, как я предполагаю, думал, ну, если преступления какого-либо не было, ну, проведет с ней профбеседу поверхностно, и на этом все заканчивается. Хотя, скорее всего, необходимо было привлекать в этой ситуации не только доверенных лиц, но и соответствующих специалистов. Потому что если бабушка имеет психическое отклонение, то, безусловно, специалисты это усмотрели. Когда психически нездоровый человек направляет лайнер в горы, можно ли это предвидеть? Очень сложно здесь, если говорить по узким группам, по закрытым группам, по узким группам, которые, например, пилоты. Их не так много. Здесь можно. Ну, по всем лицам, по всем людям, то, то есть, выборка по всем, она невозможна. По данным главного психиатра России Зураба Кикелидзе, сейчас в России психиатрическими расстройствами страдает порядка 4 миллионов человек. Но это только официально зарегистрированные случаи. Неофициально, по его словам, в помощи врачей-психиатров нуждаются 14% населения страны. То есть, почти 20 миллионов. И в этом смысле мы ничем не отличаемся от остального мира. По данным Всемирной организации здравоохранения, почти каждому четвертому жителю планеты необходима психиатрическая помощь. Конечно, речь идет не об острых параноидальных или же маниакальных расстройствах. Одна из самых распространенных форм расстройства – депрессия. Но тем не менее. Главное же отличие России от других развитых стран – это страх обратиться за психиатрической помощью. Еще не так давно общение с психиатром грозило перечеркнуть будущее любого человека. Более того, изобретенный в советское время диагноз «вяло текущая шизофрения» позволял надолго упрятать в психиатрическую клинику каждого, кто хоть как-то вызывал недовольство режима. Именно тогда психиатрия получила еще один эпитет – карательное. Страх повторить эту ошибку повлиял на новые законы. В итоге мы получили ситуацию, когда и выявление потенциальных больных, и их принудительная госпитализация стали практически невозможными. Эксперты подтверждают, вычислить потенциального маньяка-убийцу очень сложно. Даже самая лучшая социально-психиатрическая система в мире, которую создали в Скандинавии, дала сбой, когда Брейвик расстрелял десятки своих сограждан. И точно так же тяжело соблюсти и найти ту грань, когда психиатрия из медицины превращается в способ расправы. Это сложный вопрос. Над ним до сих пор в раздумьях пребывает весь мир со средних веков по наши дни. И, к огромному сожалению, такую гарантию сегодня никто дать не может. Вопрос очень тонкий. Он касается этики, человеческой этики, медицинской этики. Все мы знаем о карательной психиатрии, когда люди, исповедующие не ту религию или не те политические взгляды, подвергались принудительному лечению, воздействию достаточно серьезными препаратами, в результате чего получали серьезнейшие психологические, да и не только психологические, физические травмы. В общественном сознании существует мифологическое представление, что наши психически больные особенно опасны. Ничего подобного. Криминала больше среди общей популяции. Просто наши больные, когда совершают преступления, они не заметают следы, они попадаются, их преступления наиболее экзотичны. Но по жестокости, пальма первенства всегда и везде принадлежит нормальным людям. Одна из самых болезненных тем для российского общества сейчас реформа здравоохранения. Споры о качестве и доступности медицины не прекращаются ни на день. Но за ними почему-то на второй план ушел, на мой взгляд, главный вопрос. Доверие всей системе здравоохранения, в частности и психиатрии. Ведь не доверяя мы никогда не обретем здоровье, в том числе и психического.